В эфире Панорама Севера в студии Елены Гончарова. Здравствуйте! В эфире Панорама Севера в студии Елены Гончарова на спортивных и культурных объектах, на детских площадках. Для борьбы с нарушителями самые большие возможности у полиции, сотрудники которой имеют право потребовать документы при фиксировании и составлении акта правонарушения. Сегодня были озвучены результаты этой работы. У нас уже за первый квартал пресечено более 840 правонарушений, в том числе и курение в общественных местах. Есть факты, где пресекалось курение на детских площадках, наложено штрафных санкций на граждан уже более 300 тысяч. В связи с тем, что штрафы большие, граждане не совсем активно их оплачивают, взыскано пока более 40 тысяч штрафов. Зафиксировать нарушение непросто. С доказательной базой сотрудники полиции и других контролирующих органов рассчитывают на помощь не курящих граждан. В этой части любые доказательства, свидетельские показания, признание самого нарушителя, это видеосъемка, из него должно быть понятно, по крайней мере, лицо видно, что его кто-то узнал или он сам себя назвал. Также это могут быть показания нескольких свидетелей. Анонимные обращения не имеют юридической силы. С 1 июня этого года запрет на курение распространится на поезда дальнего следования и суда дальнего плавания, а также гостиницы, кафе и рестораны, рынки и другие торговые объекты. Штрафы для курильщиков от 500 до 1500 рублей. Летом также вступит запрет на открытую выкладку табачной продукции в розничной торговле. Виктор Кузнецов, Руслан Симушин, Панорама Севера. Продолжаем выпуск. С наступлением весны редкий автомобилист не заметит ухудшения состояния проезжей части. Ямы, выбоины и трещины. Каковы же пути решения этих проблем узнавала Екатерина Грициенко. Весна идет, весне дорогу. Однако с наступлением плюсовой температуры эту самую дорогу не распознать под толчей воды и грязи. Такая ситуация осложняет жизнь как пешеходам, так и автомобилистам. Сами видите, дороги нету. Машина японская, и дороги тоже японские, то яма, то канала. Причина разрушения дорожного полотна весной – частые перепады температуры. Трещины и выбоины оперативно заделывают при ямочном ремонте. Кроме того, плохие участки обновляют картами, когда снимается верхний слой асфальта, а затем укладывается новое покрытие. Но такие работы должны проводиться каждые пять лет. Последний массовый ремонт в Архангельской улице происходил в восьмом году. Если взять КАД Санкт-Петербурга или МКАД по Москве, там каждые два года меняют сегодня верхний слой покрытия. Для того, чтобы привести в порядок 580 километров архангельских дорог, нужно около 6 миллиардов рублей. Только для модернизации дренажно-ливневой канализации требуется свыше 300 миллионов. Для того, чтобы содержать дороги областного центра, необходима программа «Город Архангельск – областной центр». В этой программе у нас предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту дорог областного центра. К сожалению, эта программа в прошлом году была не профинансирована по решению областного правительства. Поэтому дороги пришли в такое состояние, которое у нас сегодня есть. Мэр Виктор Павленко предложил возобновить действия программы развития Архангельска как областного центра и направить из областного бюджета дополнительные средства на ремонт дорог. Градоначальника поддержали депутаты, направив аналогичное обращение в правительство региона. Екатерина Грициенко, Ольга Красулина, Панорама Севера. Тему сквозных проездов во дворах Котласа и способов законной борьбы с ними обсуждали участники Круглого стола. Ясно, что хаотичные установки заборов или каких-либо других глухих ограждений на въездах во дворы допускать нельзя. К чему пришли руководители ТСЖ, управляющих компанией, представители пожарной охраны, администрации, узнаем из сюжета наших котловских коллег. Проблема использования дворовых территорий для сквозных проездов актуальна для центральной части города. Однако известны случаи, когда перекрывая проезд, ТСЖ балансирует на грани. Пример Кузнецова 5А. Леерное ограждение здесь стало причиной судебного разбирательства. Проверка выявила нарушение требований пожарной безопасности. Котловский суд постановил убрать забор и наложил штраф на председателя ТСЖ. Сейчас разбирательство продолжается в областном суде. Несмотря на то, какой будет окончательный вердикт, этот прецедент ярко демонстрирует необходимость принятия определенных правил на уровне муниципалитета, регламентирующих установку подобных препятствий. Сотрудники ГИБДД рекомендовали жителям многоквартирных домов установку искусственных дорожных неровностей на придомовых территориях, то есть на въезде и выезде, также ограничить движение знаками «жилая зона» и «сквозной проезд запрещен». Одно из таких требований – ограждение должно быть распашным, слегка открывающимся запором, попросту говоря, ворота на крючке. Однако многочисленные наблюдения надзорных органов выявили, что крючок или тоненькая веревочка, на которой держится такое ограждение, быстро превращаются в железную цепь с навесным замком. Случись пожар, кто будет открывать? Каким образом пожарная техника и любая другая там скорая будет проезжать? Сколько времени мы потратим, пока найдем человека, у которого будут находиться ключи, пока нам это все откроют? Неизвестно. У жильцов мнение свое. Пожар может случиться раз в сто лет, а люди каждый день подвергаются опасности попасть под колеса нарушителей, ездящих по их дворам порой на весьма приличной скорости. Благодаря нашим проектировщикам, которые панировали эти дома, архитекторам, они просто-напросто двор и улицу скрестили. То есть сейчас из дома ты выходишь прямо на улицу. Хоть вы тут и говорите, что знаки устанавливаете, «жилая зона», у нас они установлены. Но вопросы эти решаемы, если активно работают ССЖ, управляющая компания и жильцы. 26 апреля в субботу планируется проведение Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна-2014». С этой инициативой выступил неправительственный экологический фонд имени Вернацкого. В Архангельске двухмесячник по уборке города объявлен две недели назад. Принимают ли участие архангелогородцы в наведении чистоты во дворах своих домов и улиц и выходят ли на субботники? Об этом в традиционном опросе Александра Гореловой. Самое главное, чтобы все приняли участие. Вот это самое главное. Когда мы сообщали, как раньше субботники проходили, да? Вот когда мы сообщали, собрались все вместе, трудовой настрой был такой вот азарт какой-то, вообще здорово было. Я считаю, что правильно, что люди организовывают субботники с целью того, чтобы сделать наш город намного ярче и краше. Я считаю, что традицию надо поддерживать из года в год. Мусорить-то кто? Мы мусорим. Граждане сами перестанем мусорить. Будет чисто. Традиционно каждый год я выхожу и чищу свой двор. И в этом году я буду соблюдать свою традицию. Я считаю, что каждый должен это делать. Продолжить тему предстоящего всероссийского субботника «Зеленая весна» мы пригласили заместителя председателя территориального общественного самоуправления Кимский Соломбальского округа города Архангельска Валерию Малышевскую. Валерия, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы спрашивали жителей Архангельска, готовы ли они принять участие во всероссийском субботнике. Вы как считаете, правильнее людей подготовить к такому мероприятию, чтобы они вышли на субботник и приняли участие в уборке территорий? Конечно, нужно людей готовить к этому. И даже если вспомнить старое время, всех выгоняли на субботники. И могли даже, как моя бабушка рассказывала, что даже решить премии за то, что ты не явился на субботник. Конечно, у нас не все люди такие жизненные позиции. И я считаю, что да, нужно людей готовить, нужно их вызывать на субботники, чтобы наш был город более чистым. А вот как вы относитесь к мнению, что уборкой территории должны заниматься соответствующие коммунальные службы, для которых это часть работы, а не сами жители? Да, я считаю, на самом деле коммунальные службы должны убирать город, а жители должны заниматься непосредственным благоустройством территории. Это уже непосредственно насаждение деревьев, потому что этим, конечно, не занимаются структуры. А по уборке, да, я считаю, что должны убирать именно структуры. Вот сейчас в Архангельске проходит двухмесячник по уборке территории. А как в Соломбальском округе наводят порядки? Ну, за весь территориальный Соломбальский округ я не могу сказать, он достаточно большой. А за то, с кемский. Мы уже объявили субботники 27 апреля и 3 мая. Всех приглашаю принять участие в этих субботниках, кто желающий, и неравнодушных людей. Валерия, спасибо вам. Пожалуйста. У нас в студии была заместитель председателя территориального общественного самоуправления Кемски Соломбальского округа города Архангельска Валерия Малышевская. Продолжит выпуск новостной дайджест. Информация короткой строкой. Сегодня в Архангельске преподаватели, сотрудники, студенты Северного Арктического Федерального Университета пришли на митинг к памяти выдающегося ученого, ректора и президента Алти АГТУ Олега Михайловича Соколова. На протяжении двух десятков лет профессор Соколов возглавлял технический университет. За период его руководства значительно расширилась и качественно улучшилась материальная база, возрос научный потенциал Алти АГТУ. По сообщению Север Гидромета, голова ледохода прибудет в Архангельск к вечеру 25 апреля. При благоприятном развитии ситуации уровень воды в областном центре составит около двух с половиной метров. По данным синоптиков, уже 30 апреля в регионе начнет стремительно теплеть. Дневная температура на севере области составит плюс 10-15 градусов, а в южных районах столбик термометра поднимется до отметки плюс 13-18 градусов. Сегодня в столице Поморья стартует 11-й конкурс социальной рекламы «Архив». Работы десяти финалистов в период с 1 по 30 июня представляют собой выставку под открытым небом на специально оборудованной билборд-галерее у кинотеатра «Мир». Подробную информацию о номинациях, условиях участия и сроках приема работ можно узнать на официальном сайте конкурса www.archiv.ru. Соловецкие круизы на белом теплоходе – это давно забытая традиция – вновь возвращаются в регион, сообщили на пресс-конференции организаторы круиза. 12 июня первый рейс из Архангельска. Он будет регулярным два раза в неделю. Теплоход Иоанн Кронштадтский надежен и удобен для путешествия. Он вмещает почти сотню туристов. Экскурсии по святым местам острова организованы совместно с Соловецким музеем-заповедником. Рейсы на архипелаг планируются до октября. Сегодня 25 апреля в России стартует ежегодное масштабное событие в поддержку чтения «Библия-ночь». Сквозная тема акции этого года – перевод времени. Как проходило это культурное явление в Архангельске, мы расскажем в начале следующей недели. Кстати, посетители сегодняшней «Библия-ночь» в Добролюбовской библиотеке смогут увидеть и передвижную выставку «Сергий Радонежский» и «Северная Фиваида». Экспозиция посвящена 700-летию со дня рождения величайшего подвижника, основателя Троицы Сергиева монастыря и знаменитого чудотворца. Выставку уже посетила Екатерина Грициенко. Картина «Видение отроку в Арфоломею» работы Михаила Нестерова известна нам с детских лет, но не каждый знает, что на ней изображен преподобный Сергий Радонежский, один из самых почитаемых русских святых. Семь красочных планшетов, представленных в Добролюбовской библиотеке, рассказывают нам о его жизни и подвигах. Я думаю, что люди обратятся к этим планшетам разного возраста. Это даст им возможность окунуться в мир той жизни, в которой жил Сергий, в его необыкновенность, в его красоту души, в его трудолюбие, в конце концов. Жизни подвиги преподобного Сергия Радонежского были восприняты русским народом как образец истинного существования. Его любили не только за кротость, смирение и способность творить чудеса, но и за беспримерную любовь ко всему живому. Однажды преподобный Сергий увидел перед своей хижиной медведя. Он вынес краюху хлеба и положил перед медведем. С тех пор зверь стал часто приходить к жилищу преподобного Сергия, ожидая положенного угощения. Любой человек, живущий в России, должен знать то, что является основой нашей цивилизации, с чего это выросло все. И вот эти сведения нужно усваивать в юном детском возрасте, чтобы понимать даже свою собственную жизнь. Выставка Сергий Радонежский «Северная фиваида» передвижная, а значит, эти планшеты побывают в большинстве библиотек Архангельской и области. Совсем скоро экспозиция будет представлена в Приморском районе. Екатерина Грицыенко, Илья Сумароков, Панорама Севера. 25 лет назад в Поморской столице состоялась первая в стране научно-практическая конференция «Герб Архангельска и вопросы Геральдики». Ее участникам удалось доказать, символы, которые присутствовали на городском гербе 18-19 века, должны быть и в его современном варианте. Только факты в материале Инги Швецовой. Интересен факт. В записной книжке Петра I есть рисунок знамени. В центре государственный герб, а вокруг парные изображения четырех гербов. Среди них есть и Архангельский. И лишь в 1780 году герб Архангельска был утвержден Екатерининским указом. На золотом фоне изображен летящий в лазаревом одеянии Архангел Михаил, вооруженный мечом и щитом и неспровергающий дьявола. Однако в советское время герб Архангельска был изменен. Представлял собой изображение корабля. В 80-х годах прошлого века ученые решили восстановить историческую несправедливость. 27 апреля 1989 года в поморской столице прошла первая в стране конференция. Она была посвящена вопросам Геральдики. Выступающим удалось доказать, что те исторические символы, которые заключал в себе Архангельский герб еще 18-го и официально 19-го века, их следует оставить и в современном гербе. То есть Архангел, как олицетворение добра, как олицетворение русского воинства, побеждающий дьявола, как олицетворение зла огненным мечом. Так успешное завершение конференции герб Архангельска и вопросы Геральдики способствовало тому, что ее участники выработали рекомендации для городского совета. И в октябре 1989 года приняли положение, в котором утверждалось считать исторический герб Архангельска памятником истории и культуры. Точно в цель. Сегодня в Архангельске прошел 9-й турнир по стрельбе из боевого оружия, посвященный памяти сотрудников внутренних дел Архангельской области и 69-й годовщине Великой Победы. В соревнованиях приняли участие представители силовых структур, частных охранных предприятий и инкассаторских служб. О самых метких в нашем репортаже. Последние минуты подготовки. Четыре упражнения, 42 зачетных выстрела. Но каким именно будет задание, участники узнают лишь на старте. Ведь в условиях реальности невозможно предугадать, по какой мишени придется стрелять. Сам выстрел занимает около секунды. Куда больше времени уходит на то, чтобы достать оружие и взять прицел. Вот так с холостым пистолетом оттачивают свое мастерство профессионалы. Рука не дрогнет, однако внутреннее волнение присуще даже этим отважным мужчинам. Это уже мои третьи соревнования. Независимо от того, первый это раз или третий, все равно мандраж он есть. И после стрельбы даже немножко есть такое чувство адреналина в крови. Пистолет – не женский аксессуар. С таким мнением едва ли согласится участница соревнований Анна Цыгалко. Сотрудница группы охраны предприятий «Титан Щита» в работе оружие не использует. Но стрельба – для нее любимый вид спорта. Я занимаюсь с 2011 года. Принимаю регулярное участие в клубных матчах, во всех соревнованиях. Чисто спортивный интерес, потому что это спорт. Всего в турнире приняли участие 56 человек из 14 команд Архангельской и Вологодской областей. Участие в этих соревнованиях дает уверенность, во-первых, в себе, в своих действиях. Я надеюсь, что для каждого это очередной этап подготовки. А во-вторых, это проверка своего «я». Это борьба с самим собой, внутренняя борьба, которая позволяет ощутить, на что ты способен и как ты бы отготовлен. Лучше всех к турниру оказались подготовленные стрелки регионального управления ФСБ по Архангельской области. Они праздновали победу в командном зачете. Елена Гончарова, Екатерина Грициенко, Илья Самароков. Панорама Севера. Ее ждут, и она снова оправдает все самые смелые ожидания. Поморская столица этим летом вновь станет площадкой битвы чемпионов. Международный профессиональный турнир по отдельным видам безэкипировочного пауэрлифтинга пройдет уже в пятый раз. Оргкомитет соревнований возглавляет мэр Архангельска Виктор Павленко. Абсолютные рекорды мира, Европы и России. С таким активом битва чемпионов подходит к своему первому юбилею. Турнир по праву считается одним из сильнейших в мире, как по уровню проведения соревнований по пауэрлифтингу, так и по составу участников. Кстати, если два года назад на помосте Дворца пионеров выступали представители пяти стран, то к этой битве... Мы подошли с количеством участников 26 спортсменов, представляющих 11 стран. Впервые у нас будут представлены Австралия, Исландия, Грузия. Как и в предыдущие годы, зрители станут свидетелями упорной борьбы в соревнованиях по становой тяге и в упражнении жим штанги лёжа. Организаторы уверены, без рекордов точно не обойдется. Таких, как у трёхкратного чемпиона битвы Андрея Виляева, который в 2013-м побил рекорд мира и поднял штангу весом 391 килограмм. Противостояние Кирилла Сарычева и Ласла Мезораша тогда получилось не менее интересным. В жиме штанги лёжа архангельский гигант побил рекорд России и Европы. Но... Кирилл Сарычев в прошлом году не стал чемпионом битвы. Из-за того, что хотел установить рекорд мировой. Погнался с рекордом, да, там, скажем, и занял второе место. В этом году у него настрой один — это стать чемпионом битвы, юбилейной битвы. Для него это очень важно. Важность рекордов и побед, пожалуй, не сравнится с важностью этого турнира для популяризации спорта и здорового образа жизни. Особенно среди молодых ребят. Которые вживую увидят этих чемпионов и придут завтра в зал. Они, значит, не пойдут куда-то в подворотню, к бутылкам, к наркотикам, а придут именно в зал. И вот это вот тоже большой фактор. Не менее весомым фактором является то, что юбилей битвы чемпионов совпал с юбилеем Архангельска. Турнир, как и прежде, включен в официальную программу празднования Дня города. Помощь в его проведении оказывают как областные, так и городские власти. Амарархангельска Виктор Павленко в этом году вновь председатель Оргкомитета турнира. Старт битвы назначен на 21 июня. Несомненно, лето будет жарким. Артемий Заварзин, Руслан Симушин, Панорама Севера. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 26 апреля, доллар США 35 рублей 93 копейки. Евро 49 рублей 70 копеек. С новостями к этому часу вас познакомила Елена Гончарова. А прямо сейчас смотрите программу в центре внимания. На ваши вопросы в прямом эфире ответит министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. Я прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных. Новодвинская теплица прочностью своей гордится. Сказочный модельный ряд – австрийский поликарбонат. Архангельск у стадиона труд. Новодвинск, магазин «Меркурий». С 24 по 30 апреля все для дома и красоты в одном месте. Универсальная выставка российских товаров. Посуда высокого качества, постельное белье из 100% хлопка, натуральная косметика. Улица Космонавтов, 178. Здравствуйте, это телеканал ПС, ЮНИС и прогноз погоды. Сегодня я так захотел молока, а его в холодильнике нет. Вот молоко, оно как будто весна, ее ведь тоже нет. Итак, о погоде на 26 апреля, суббота в Архангельской области. Начнем уже по сложившейся традиции Скотласа. Температура воздуха плюс 1, облачно, без осадков и слабый ветер. В Плесецке плюс 2, пасмурно, без осадков, ветер умеренный. В Вельске тоже пасмурно, тоже без осадков, ветер слабый, но гораздо теплее, плюс 5 на термометре. И о погоде в Архангельске. В эту субботу утром пасмурно минус 2, температура воздуха и слабый ветер. Днем небо останется хмурым, ветер слабым, а воздух прогреется до 2 градусов. Вечерний Архангельск будет выглядеть примерно так. Пасмурно, минус 3 и слабый ветер. Весна уже пришла, но зима твердит одно. Я не сдамся без бою, я не сдамся без бою. До встречи на телеканале ПС. Субтитры подогнал «Симон»